всем привет на этом канале на котором я рассказываю о камнях я хочу сделать небольшую реорганизацию и сейчас мне бы хотелось объяснить вам в чем ее смысл мы с мужем мы занимаемся камнями с начала двухтысячных в начале у нас был большой эзотерический магазин твой путь в краснодаре который продавал товары из юго-восточной азии а также фэн-шуй музыку благовония это было очень интересно магазин был большой и если честно мне с ним было очень тяжело управляться потому что все было на мне мы решили изменить направленность и сделали два магазина камней там же в краснодаре они назывались твой талисман и так эти магазины просуществовали больше 15 лет и в то же время я увлеклась украшениями и стала делать украшения я создала этот канал для того чтобы делиться своими знаниями показывать что я делаю мне есть о чем рассказать людям у меня большой склад камней коллекционных минералов а также материалы для украшений то есть изначально этот канал был создан для того чтобы рассказывать о камнях практически одновременно с эзотерическими магазинами я начала писать стихи сначала сказки а потом и стихи это были сказки для взрослых это были больше такие философские притчи сама не знаю откуда это взялось как это на меня снизошло сверху считаю что это дар божий это было неожиданно то есть я не из тех кто пишет стихи с детства у меня нет тетрадок исписанных детским почерком с неумелыми стихами то есть это произошло уже в сознательном возрасте и вот в начале двухтысячных я стала писать под псевдонимом алиса и это же имя я взяла для изготовления бижутерии как свой бренд маленький бренд он фигурирует на всех моих этикеточках и в названии канала как оказалось стихи для меня стали частью жизни не просто увлечением моим про и моей проявленностью в этой жизни и наверное к тому моменту когда я стала писать стихи в моей жизни накопилось много эмоционального опыта который требовал выражение в стихах и я стала писать и у меня стало получаться я обращалась к редакторам участвовала в конкурсах и потом уже стала в жюри конкурсов принимать участие одним словом за эти годы у меня накопился очень большой литературный багаж и потенциал в 2000 году я издала книгу стихов она называется личная вселенная и это пожалуй моя первая единственная книга больше я за это за это неподъемное дело не возьмусь никогда но стихи я продолжаю писать и вот недавно мне захотелось начитывать свои стихи самой делать такие миниатюры видеороликов на ю тубе с видеорядом музыкой и моим прочтением стихов объясню почему потому что есть несколько человек которые читают мои стихи на ю тубе их не так много на самом деле в избе читали тоже есть но те кто читает мои стихи они не всегда делают те акценты которые я вкладываю свое стихотворение они видят стих по-другому авторское прочтение она позволяет увидеть те ударения те эту эмфатику которую автор вкладывает в то или иное слово авторская интонация она особенная одним словом мне захотелось это попробовать просто попробовать я попробовала сделать канал я сделала канал на ю тубе где разместила несколько роликов со своим прочтением стихов прошло немного времени около месяца и я поняла что мне неуютно разрываться между двумя каналами сначала для меня казалось это разумным на этом канале выкладывать украшения беседы камнях а там читать стихи то есть это два две разных темы но мне внутреннее мое ощущение мне как-то неуютно между этими двумя каналами и я хочу попробовать перенести стихи чтение стихов сюда они будут оформлены другими обложками они будут содержаться в в особенном плейлисте где есть мои стихи и я придумала еще один интересный видеоряд который мог бы объединять и стихи и камни в последующих роликах вы увидите то о чем я говорю у меня есть очень много минералов образцов и бусин из камней огромный огромный склад и я хочу их использовать в этих видеороликах это какая-то моя другая проявленность это мое творчество которое не дает мне покоя потому что хим я все время что-то должна выдумывать и таким образом реорганизация этого канала заключается в том что на нем появятся ролики со стихами если вам они будут неинтересны вы просто их пропускайте они их будут смотреть те кого я буду по ссылкам присылать сюда с моего сайта со стихами это я печатаюсь на сайте стихи ru под псевдонимом алиса роз там у меня больше 160 тысяч читателей и я думаю им будет интересно увидеть и как я занимаюсь камнями что я что я создаю из камней таким образом это будет какой-то перекрестный поток зрителей я надеюсь на это а если эта затея окажется неудачной то всегда все можно изменить я вообще-то очень разумный человек и я напрасно делать ничего не буду я если я увижу что это неинтересно я что-то переделаю ничего в этом страшного нет я сейчас пробую экспериментирую не гонюсь за какими-то сумасшедшими успехами просто есть некая потребность само выражение наверное и мне часто приходит в голову мысль о том что мы оставим после себя после меня останутся мои украшения которые радуют людей и после меня останутся мои стихи про которые люди говорят что они как будто написаны о них и они проникают им самое сердце и ничего не для меня более ценного чем такие слова моих читателей таким образом ближайшее время и я приступлю к созданию новых роликов для этого канала я продолжу камни и добавлю стихи буду рада если вам понравится подписывайтесь на мой канал это будет давать мне понять что это интересно и основываясь на вашей реакции я буду дальше планировать свое творчество всего доброго до новых встреч и а и и и и Продолжение следует...